Здравствуйте! В этом видео вы услышите часть настоящей истории Азербайджана. Также я назову несколько причин, по которым историю этого государства уничтожали, и покажу неоспоримые факты многовековой истории. Начну с карты границ 1360 года. На момент, когда территорию Персии захватили Джалаиры, государство Азербайджан уже существовало со своей столицей. На этой карте показана не только граница Азербайджана, но и граница Азербайджанских ханств. И как мы можем видеть, Азербайджанские ханства это Дербенская, Кубинская, Бакинская, Шерванская, Шакинская, Ганджинская, Карабахская, Муганская, Степь и Талышская. На карте Кавказского края указаны границы с 1801 по 1813 года. На ней мы видим территорию исторического Азербайджана. На карте границ Тартарии мы также видим государство Азербайджан, подписанное как Азербайджания. Дербент и Баку входят в государство, которое называется Шервания. Также на старых картах этот регион называют Медия, который независим от Персии. Данная карта составлена по приказу императора Российской империи Петра Первого. Государство Шерван также называется Серванским регионом и Медией. На этой карте легко прочесть. Шерван, он же Медия. Почему так получилось? Потому что разные ханства называли свой регион по-своему. Естественно до нас дошли такие названия, как Атропатена, Атропатиян, Адербайджан, Азербайджан, Адербийджан, Мидия, Шерван и многие другие. Данная статья опубликована в 2018 году. Иностранцев и по сей день интересует, как называется государство, столица которого Амстердам. То ли Дуч, то ли Нидерланды, то ли Голландия. На карте 1719 года государство Азербайджан пишется как Шерван-Ор-Медия, то есть или Медия, город Бака или Баку, Каспийское море или же море Куаленское. Дульсбек или Узбек. Как пример покажу еще карту границ 15 века. Несмотря на то, что существует государство Московия и Республика Новгородская, Россия является Золотой Ордой, она же Великая Тартария. То есть это говорит о том, что еще в 15 веке не было четкого определения, что это за государство. То ли это Россия, то ли это Золотая Орда, то ли Великая Тартария. В Королевском географическом обществе Лондона есть описание государства Азербайджан. И здесь указывается, что оно было поделено между Россией и Персией. Причем большая часть досталась России. Размер старого Азербайджана примерно в 2,5 раза больше, чем нынешний Азербайджан. В этой книге есть четко прописанные границы этого государства. А также религиозный состав. Рекомендую через Яндекс.Переводчик перевести этот текст. В старых русских книгах сохранилось описание государства Азербайджан. Такие регионы, как Шамхала, Усмия, Дербенское ханство, Бакинское, Талышское, Шушийское и другие находятся в Аддербейджане, то есть Азербайджане. И таких упоминаний на самом деле большое количество. Но сейчас я вам покажу более интересную историю, чем вы думаете. Как мы поняли из старых описаний, Шерван, Атропотена, он же Азербайджан. И Мидия, это территории азербайджанцев. А теперь давайте посмотрим на самую древнюю карту. Это оригинал карты, которая была составлена в первом веке до нашей эры для императора Октавиана Августа. Затем на протяжении нескольких веков в карту вносились изменения и уточнения. Организация ЮНЕСКО внесла эту карту в список память мира. Отправная точка в этой карте это Рим. И мы направляемся на Кавказ. Снизу мы видим, что находится Персия. Над Персией находятся Албания, Хиберия и Атропотена. Рядом стоит какой-то памятник во славу Александра. И еще раз повторюсь, Атропотена здесь нанесена как государство, которое существовало как минимум 2100 лет назад. Но вот этот памятник Александру должен находиться где-то рядом возле Атропотены и Каспия. На карте 1540 года мы видим, что недалеко от Иберии и Албании находятся Александровские колонны. На карте 1548 года такая же ситуация. То есть это говорит о том, что Атропотена, Албания и Каспий существовали еще во времена Римской империи, причем в первом веке до нашей эры. Теперь нужно вспомнить основные моменты из истории Азербайджана. И начну я со слов Уинстона Черчилля. Если нефть королева, то Баку ее трон. 16 мая 1883 года в Баку учреждается новая фирма – Каспийско-Черноморское нефтепромышленное и торговое общество, которое полностью принадлежит французскому банкирскому дому Ротшильдов. Вместе с пакетом акций он получил 19 десятин богатейших нефтеносных земель в бакинских селениях – Балаханы, Сабунчи, Романы, а также керосиновый завод в Баку. Сразу же эта фирма развивает активную деятельность, которые осуществляют отправку керосина вглубь России и зарубежные страны. Через Альфонса Ротшильда царское правительство выпустило во Франции ряд займов. Так, строительство за Кавказской железной дороги, соединявшей Баку и Батум, было завершено в 1883 году, благодаря займу, предоставленному Альфонсом Ротшильдом. Альфонс возглавлял Парижский банкирский дом, поэтому и дал займы. Но ответьте мне на вопрос, если в те годы Баку был в составе Российской империи, то почему всей нефтью и керосином владел Ротшильд? Теперь я объясню, почему я говорил за Альфонса Ротшильда. Вильгельм II, родственник Георга V и Николая II, попросил военной поддержки против Франции и Италии, так как хотел восстановить величие Германской империи. Но так как Франция, Британия и Россия была под контролем у Ротшильдов, Николай II и Георг V отказали в поддержке. И в 1914 году Вильгельм II начал Первую мировую войну. Персидский принц Фейзула Мирза Каджар был военачальником Российской императорской армии и Азербайджанской демократической республики. Он был потомком Каджарской династии и тем азербайджанцем, который спасал Россию с первых месяцев войны. И примечательно для украинской истории, что именно этот человек спасал город Львов от наступления армии Вильгельма II. Он был единственным сыном претендента на персидский трон принца-генерал-майора Шафихана. И как вы уже поняли, есть официальные данные о том, что именно азербайджанская династия правила Персией. Но с помощью немецких денег в Российской империи произошел переворот и к власти пришел Ленин. С этого момента и начался Красный террор. В 1918 году Бакинский совет при поддержке вооруженных отрядов Дашнак-Цютун в результате кровавых мартовских событий утвердил свою власть в Баку. После чего был сформирован Совет народных комиссаров, получивший известность в советской историографии как 26 бакинских комиссаров. Но 4 августа в Баку прибыл отряд британских войск. И в связи с этой ситуацией руководящие деятели бакинской коммуны вместе с отрядом Петрова погрузились на пароход и направились в Астрахань. Но военные корабли диктатуры Центра Каспия догнали их и принудили вернуться в Баку. В ночь на 20 сентября 26 человек посадили на экстренный поезд, направлявшийся в сторону Ашхабада. Поезд остановился на 207 верстве между телеграфными столбами 118 и 119. В этом месте расстреляли всех комиссаров, что подтвердилось данными экзакумации в 2009 году. Азербайджан обладал многовековой историей, но из-за того, что Фейзула Мирза наносил немцам сокрушительные поражения, а также за то, что до 1920 года не впускал советскую власть в Баку, он был расстрелян большевиками. А историю государства переписали так, что и сегодня тяжело найти правду. В книге «История Римской империи», вышедшей в 1730 году, есть очень неудобная карта, где мы видим, что такие государства, как Албания, Грузия и Армения, граничат с государством Мидия, она же Атропотена, которая входит в Великую Мидию, а та, в свою очередь, граничит с Персией. Это одна из тех самых редких книг, которая показывает, что азербайджанские правители правили не только в Азербайджане, но и в половине современного Ирана.